С диетой тоже не всё так просто. Свету раздражает, что приходится питаться по сигналу будильника, где бы он её не застал. Порции кажутся мизерными, а отсутствие кофе доводит спортсменку до иступления. Снится, что я пью кофе. Раньше мне снилось, что я бегаю на соревнованиях, а сейчас я каждый раз пью кофе. Такое ощущение, что организм издевается, проверяет меня на прочность. Вместо кофе Света пьёт 2 литра чистой воды каждый день. Она выводит из организма токсины и тем самым ускоряет обмену веществ. Лишний вес уходит быстрее. Но страсть кофе оказывается сильнее разума. Света не знает, что наша скрытая камера сопровождает её повсюду. И однажды мы видим, как бывшая спортсменка заходит в кофейню. Неужели Света пришла сюда ради чашки кофе? Внимание, она сделала заказ. К ней подходит официант. По-моему, кофе несёт. Так и есть. Света нарушает режим. Но признается ли она в этом Татьяне Шаповаленко? Доктор навещает пациентку на следующий день. Поначалу разговор не касается кофе. Да и Света никак не выдаёт себя. Как успехи у нас? На самом деле хорошо. Давай посмотрим, что у нас происходит в артериальном давлении. Всё-таки прошло время. Четыре недели назад давление после физической нагрузки было 160 на 100. Ну что? 150 на 80. Чтобы давление снижалось и дальше, с этого дня Света будет есть меньше соли. Самый простой способ – солить еду после приготовления. Мы взяли две кастрюли. Насыпем туда одинаковое количество риса. Одну кастрюлю с рисом ты посолишь, как обычно. Ну, вот так вот, наверное. Столковая ложка соли. Вторую порцию Света солят после приготовления. Понадобилось всего четверть чайной ложки. На вкус же рис оказывается одинаково. Разница… Да, даже там кажется, что можно было поменять. Да. Вот столько соли мы употребляем, когда подсаливаем еду во время приготовления. А если ты будешь подсаливать пищу, только подсаливать. Вот сколько у тебя получится в день. Во время диеты очень важно ограничивать содержание соли, потому что соленая пища и соль вообще задерживает жидкость в организме. Может повышаться давление, могут появляться отеки. К концу визита Света решается рассказать про выпитую чашку кофе. На самом деле был срыв. Может быть даже от того, что мне хорошо. То, что я занимаюсь спортом, вокруг люди, обращаются на меня внимание. Нужно себе внимания, да? Да. Я хотела вот такую медаль, вот медаль, вознаграждение. Ну, я выпиваю эту чашку кофе. Я, конечно, получила от этого удовольствие. Чтобы у Светы больше не возникало соблазнов, Татьяна Шаповаленко ведет ее в центр сердечно-сосудистой хирургии. Именно здесь может оказаться бывшая спортсменка, если не будет вести здоровый образ жизни. Светлана, мы с тобой в операционной. Там идет операция на открытом сердце. Операция ортокоронарного шантирования. Это последний этап перед пересадкой сердца. Пациент, лежащий под скальпелем хирурга, тоже большой любитель кофе, жирной пищи и безделья. Это мужчина. Ему всего 58 лет. Его сердце в ужасном состоянии. Сосуды забиты атеросклеротическими бляшками. Теперь спасти ему жизнь может только операция. Операция тяжелая, операция травмирующая. После операции огромный и длительный период восстановления. Судя по взгляду, Света шокирована своим возможным будущим. Зато после этого она с еще большим энтузиазмом берется за свое здоровье. В занятия спортом Света добавляет катание на роликах. Да, поехали. Стоишь, смотри. То есть ты толкаешь ребром, вот, как бы сгибаешь. Ой! Уже через несколько минут Светлана осваивается и катается вполне уверенно. За один час неспешной езды на роликах сгорает 400 килокалорий. Существует ошибочное мнение, что для занятий спортом нужно обязательно ходить в дорогостоящие спортивные залы. Это совершенно не так. И могу сказать по собственному опыту, что заниматься спортом можно, во-первых, бесплатно, а во-вторых, просто везде. Ты можешь прогуляться по лесу, ты можешь проехаться на велосипеде, подняться на девятый этаж. Главное – желание. Раньше придешь к ней домой, у нее туфельки, да, туфельки стояли немеренно, пара сколько, а сейчас кроссовки появились, ролики. Но даже при таком режиме Светлана остается светской львицей. Очередная вечеринка. Удастся ли ей устоять перед соблазном фуршетного стола? Видеокамер на таких мероприятиях много, поэтому спортсменка даже не подозревает, что ее снимают для нашей программы. Света ест только фрукты. Мне! Я! К ней часто подходят знакомые и предлагают выпить. Светлана не отказывает, но вместо вина в ее бокале – вода. Я уже не пью ни шампанское, спиртное – вообще вредно. Я даже кофе перестала пить. Светлана уходит с вечеринки раньше всех, ведь ночной образ жизни несовместим со здоровьем. Чтобы восстановиться после бессонной ночи, организму нужно пять дней. А Свете необходимы силы для продолжения тренировок. Через восемь недель занятия КПР-ой движения Светланы грациозны и точны. На последней тренировке Олег Токтаров устраивает Свете экзамен. Так. Хо! Конечно, Олег поддался. Ведь победить русского медведя непросто. Но шутки в сторону. Что реально дали восемь недель тренировок? Так, Светка. Штет пять. Супер! За восемь недель Света похудела на семь с половиной килограммов. Талия уменьшилась на восемь сантиметров. Бедра на пять. Но удалось ли ей вернуть потерянные годы? Добрый день, Светлана. Добрый день. Отлично выглядите. Спасибо, стараюсь. Просто замечательно. Светлана, я смотрю финал Олимпийских игр. 96-й год. Ты становишься олимпийской чемпионкой. Когда мы с тобой восемь недель назад первый раз встретились, я бы никогда не поверила, что вот эта женщина и ты, это одно лицо. Что произошло? Я разрешила себе отдыхать. Ты подумала, что все в жизни уже сделала? Все, что могла? Ну, на самом деле, и об этом я думала. Еще я думала о том, как помочь близким, ближним и так далее и тому подобное. И как раз на себя времени хватало. Совершенно. А ради чего ты хочешь прожить дольше? Я хочу быть любимой. Быть счастливой. Рядом кто-то должен быть, кто тебя любит. Такой человек уже есть. И описывать его сейчас, конечно, мне будет сложно, но это достойный человек. Все возможно в том числе и семья, и дети. Конечно. Будучи счастливой женщиной и уверенной в себе, в своем здоровье, не могу этого отрицать. Татьяна Шаповаленко проводит уже знакомые тесты. Давление после физической нагрузки 120 на 70. Это идеальные показатели. Помнишь, как в прошлый раз после нагрузки ты не могла снять кольцо? Да, было какая-то отечность, какие-то проблемы были. Попробуем. Кстати, да. Вообще, очень легко. А что покажут результаты сканирования внутренних органов? Татьяна Шаповаленко готова вынести окончательный вердикт. Вот такой ты была 8 недель назад. Это то, что сейчас. Молодец. Как ты думаешь, сколько ушло жировой ткани? Ну, я даже не знаю. Я даже не знаю. Посмотри, как меняется диаграмма. Посмотри. Посмотри. Это идеальная норма для человека, занимающегося спортом. Молодец. Молодец. Но удалось ли Свете восстановить сердце? Сердце испытывало недостаток кислорода. И вот эта красная точка – это зона прединфаркта. Это было 8 недель назад. Посмотри. Зеленая зона, только по краям голубая. Абсолютно здоровое, тренированное сердце. Ты это сделала сама. Всего за 8 недель. Божик, я не верю. Я не верю. И, наконец, вопрос жизни и смерти. Сейчас ты можешь прожить 81 год. 20 лет за 8 недель. Оно того стоит? Оно стоит того. Это хорошая цена за 8 недель. Цена 20 лет жизни. Я рада. Я счастлива. Молодец. Я просто счастлива. И все мечты твои о семье, о детях, они все сбудутся. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как это? Подождите, это дорогая колбаска. Такой вообще-то. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok